Маленькая страна Меня зовут Дмитрий Чубашенко. Я кандидат от нашей партии на пост президента Республики Молдова. Мне 53 года. 30 лет я работал журналистом, был редактором газет «Молдавские ведомости», «Панорама». Я, кстати, знаю, что в городе Беруинца у нас было всегда очень много читателей. Я много раз здесь бывал, знаю ваш город. Но буквально полтора месяца назад Рената Георгиевич Усатый, председатель нашей партии и руководство нашей партии предложили мне баллотироваться на пост президента. Почему я согласился баллотироваться на пост президента от нашей партии? Меня, в общем-то, политика не интересовала сама по себе. Я много лет и всю жизнь критиковал политиков. А тут получается, что сам должен стать политиком. Но вот сегодня то, что произошло в Кишиневе, оно еще раз убедило, что надо что-то делать. Они просто еще раз плюнули людям в лицо, в душу, показали, что им на всех наплевать. Вот вы можете возмущаться, можете не возмущаться, можете делать, что хотите, но мы все равно украли этот миллиард, мы его не вернем, и мы еще вас заставим платить, и ваших детей возвращать этот миллиард. То есть это такая наглость, которая, ну неслыханная наглость. И при том, что сейчас проходят выборы, даже то, что вот проходят выборы, вы видите их кандидата, лопу, его везде освистывают, забрасывают тухлыми яйцами, им плевать на все. То есть они, очевидно, думают, что они сфальсифицируют эти выборы. Там пусть люди, граждане, избиратели возмущаются, голосуют за кого хотят, они все равно себе нарисуют там такие цифры, какие хотят, и опять украдут у нас эти выборы. Им нужно любой ценой остаться у власти, потому что для них потеря власти означает просто тюрьму. Нам не нужна бесконечная борьба с режимом, нам нужна победа над этим режимом. И у нас есть очень эффективный, очень быстрый и законный способ добиться этой победы. Кандидат нашей партии, наша партия, мы берем на себя обязательства после победы, на первом же заседании, сразу после принесения присяги, чтобы президент подписал указ номер один о распуске парламента. Мы предлагаем одним указом сместить эту власть. Для этого нужно, казалось бы, немного, но в то же время очень немало. Нужно, чтобы люди поддержали нашу позицию. То есть, каждый ваш голос за кандидата нашей партии, но считайте, что это ваша личная подпись на этом указе. Чем больше людей проголосует, тем больше подписей будет на этом указе. И президент, имея за спиной поддержку соотечественников, сограждан, он просто поставит окончательную точку, поставит последнюю подпись на этом документе. Спасибо.